1 ноября дан старт отопительному периоду. Согласно нормам, кампания начинается в тот период, когда в течение пяти суток подряд температура воздуха не превышает плюс 8 градусов. В целом, нужно сказать, что в этом году осень была достаточно теплая. Для сравнения, в 2018-м кампания была начата аж 18 октября. Кто знает, быть может, начало отопительного сезона было бы отложено еще на некоторое время, если бы не активность гражданского сообщества. Пользователи социальных сетей то и дело слали жалобы в адрес городских властей с тем, чтобы ускорить процесс подачи тепла. Правила на полное подключение объектов требуются несколько дней. Однако представитель столичной котельной уверяет, все работы идут с опережением графика. Максимальный срок завершения, чтобы каждый абонент у нас был обеспечен тепловой энергией, это завтра к обеду. Конечно, регулировка будет проводиться порядка 3-4 дней. Это будет по подвальне, по квартирне регулировка уже у самих абонентов. Но с силами наших специалистов. Помимо ТЭЦ столицу обеспечивают теплом 66 автономных котельных. За их работой следят около 700 специалистов. Чтобы ускорить процесс подачи, коммунальщики просят горожан строго соблюдать определенные правила и процедуры. Самая первая стадия у нас идет очищение воды. После очищения нам идут котлы, из котлов мы вырабатываем парк, старо, мы согреваем воду. Вот мы согреваем, мы будем запрещать население. Средняя температура где-то 70 градусов. На сегодняшний день коммунальным предприятием теплом и горячей водой обеспечивается 617 жилых домов Бишкека. Из них 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Общее количество абонентов составляет около 35 тысяч человек. Организации обслуживают в основном западную часть города. Это те районы города, куда не доходят теплотрассы акционерного общества Бишкека теплосеть. Это Газгородок, Жилгородок, Военныйгородок и микрорайон Джал. На сегодняшний день по первой сводке мы уже получили сводку. В первую очередь подключены сейчас социальные объекты. Это объекты здравоохранения, которые находятся в западной зоне. Однако большую часть абонентов обслуживает Бишкек теплосеть. Центральное отопление уже подается в детские сады, школы, больницы и родильные дома. На очереди жилой сектор столицы. И последними к системе теплоснабжения будут подключены предприятия, государственные организации и прочие учреждения. Это очень трудоемкая работа. И для того, чтобы радиаторы стали теплыми у всех абонентов, может потребоваться несколько дней. Но в Мерии надеются, что до холодов успеют. Первые заморозки в Бишкеке ожидаются не раньше вторника на следующей неделе. Несмотря на то, что коммунальные службы заверяют о своей полной готовности к отопительному сезону, внештатные ситуации не исключены. И иногда они случаются по вине самих горожан, которые, занимаясь перепланировкой или расширением жилплощади, перекраивают систему теплоснабжения по своему усмотрению. В связи с этим представители муниципалитета просят Бишкекчен заранее обращаться по телефонам горячей линии и согласовывать любые монтажные работы со специалистами мэрии. Продолжение следует...